Здравия всем! Объявляю отцовскую неделю. Вчера, ну в своем вчера, а как для вас не знаю, я прочитал лекцию перед показом отца в планете кино. Сегодня вот записываю подкаст об этом замечательном фильме, ну а завтра собираюсь выложить рецензию на отца. Так что неделя отца. The Father. Отец 2020 года. Ах, какое кино! Пронзительная кинотеатральная мелодрама с отличительными чертами детективного и хоррорного, да-да, хоррорного жанров. Это камерное субъективное кино о старении и деменции. Оскароносная дебютная киноработа французского режиссера и сценариста Флориана Зеллера, прославившегося в качестве писателя-романиста и автора пьес. Имя Флориана Зеллера я вам всячески рекомендую запомнить. Этот и без того прославившийся парень прославится еще больше на Ниве кинематографа в последующие годы. Фильм Отец основан на одноименной Зеллеровской пьесе. Ее оригинальное французское название звучит как «Ле Пэр» 2012 года. Ее переводом на киноязык занимался сам автор, а вот переводом на английский видный сценарист Кристофер Хэмптон. Возможно, вы видели такие его фильмы, которым он писал сценарии, как «Опасные связи», «Полное затмение» фильм с Леонардо Ди Каприо, «Тихий американец», не оригинальный, конечно, а 2001 года, «Искупление», ну и фильм Дэвида Кроненберга, помните про Фрейда и Юнга, «Опасный метод». Оператор отца – еще один видный джентльмен, часто специализирующийся на историко-биографическом и или костюмном кино. Зовут его Бен Смитхарт. Он снимал такие фильмы, как «Семь дней и ночей с Мэрилин», с Мэрилин Монро, или «Шарлотта Рэмплинг», «Я Анна», или «Прощай, Кристофер Робин», ну и «Необыкновенная история на Рождество» с Дэном Стивенсом. Любопытно, что и Смитхарт, и Хэмптон за свою карьеру не единожды работали с Энтони Хопкинсом, исполнителем роли отца в «Отце». Да-да, например, Хопкинс снимался в фильмах, основанных на хэмптонских сценариях «Кукольный дом» и «Хороший отец». Обратили внимание? «Хороший отец» прямо вот готовился к роли отца. Но в «Отце» роль Хопкинса уже не столь однозначно хорошая, так что все верно. А еще Хопкинс снимался в тех фильмах, которые, собственно, снимал оператор Смитхарт. Это фильмы «Костюмер» с Ианом Маккелланом и «Король лир», совсем недавнее кино. Композитор отца – обладатель самого аристократичного итальянского имени на свете, Людовика Эйнауди. Он начинал как композитор именно итальянских фильмов. Ну и вы послушайте, каких кинокартин с каким истинно итальянским названием «Свет моих очей» или «Слово моего отца». Опять-таки, отец тут фигурирует. Повсюду знаки. Но потом Эйнауди переключился на французское кино конкретно с «Амаром Си». Один плюс один – легендарная французская франшиза, мегауспешная. И еще один фильм с «Амаром Си» – «Самбо». Ну и не менее любопытно, что Эйнауди писал музыку еще к одному недавнему оскароносному фильму – «Земли кочевников» Хлои Джао. Да-да, выходит, что Эйнауди – полноценный оскароносный композитор. И к двум главным американским картинам этого года, хотя подождите-ка, отец – это британское кино, я имею в виду, что к двум главным англоязычным картинам этого года, удостойным массой Оскаров, музыку писал именно Эйнауди. Мировая премьера отца состоялась 27 января 2020 года на американском кинофестивале Sundance. Его показывали и на других кинофестивалях, например, в Торонто или в рамках виртуального фестиваля AFI Fest, тоже американский. С кинотеатральным прокатом, как водится в пандемийное время, произошла катавасия. В каких-то регионах Европы, Азии и Америки фильм прокатили, а в каких-то до сих пор нет. Вот, например, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе отца начали показывать с конца февраля. В Индии, кстати, как и в Украине, с конца апреля. А вот в Великобритании фильм должен стартовать не раньше 11 июня. Бюджет отца – 6 миллионов долларов. Для фильма такого рода, поверьте, это совсем немного. И благодаря отличному сарафанному радио, благодаря оскароносному рекламному подспорью, отцу же досталось две золотых статуэтки «Оскар» за лучшего актера и за лучший адаптированный сценарий. Ну и, конечно, благодаря качеству кинокартины, отец уже окупился в прокате. Он собрал больше той суммы, которая была потрачена на его производство. Ура! Ура! Ну и украинские зрители к этому тоже приложили руку. Об этом расскажу чуть позже. В ролях отличная подборка актеров. Это Энтони Хопкинс, это Оливия Колман. Помните ее по фаворитке Йорга Салантимаса, по сериалу от Нетфликса «Корона». А еще Марк Геттис, Оливия Уильямс, Эмоджен Пуц, Руфус Юэлл и несколько других. Причем тут я не просто так говорю несколько. Фильм этот во многом камерный. В нем небольшое количество персонажей. Отец и пьеса, и кино создан именитейшим романистом и театралом Флорианом Зеллером, которого без всяких стеснений можно и следует назвать одним из наиболее признанных современных французских писателей и авторов пьес. Некоторые, как, например, «Зе Гардиан», идут и того дальше, осмеливаясь именовать Зеллера самым ярким молодым драматургом нашего времени. Зеллер по меркам театрального и кинематографического искусства совсем еще юнец-молодчик. Ему только недавно перевалило за сорок. Свои первые романы Зеллер начал публиковать в двухтысячных, в двадцать два года, буквально с первой же книги, с низка в славу, почет и, самое важное, гранты. Но Зеллеру этого было мало, и он переключился на сочинение театральных пьес. Удача благоволила ему в новом деле. На сегодняшний момент зеллеровские пьесы ставятся буквально по всему миру, как минимум в сорока пяти странах. В театре Зеллера знают все, но Зеллеру и этого было мало, и он переключился на кинематограф, решив экранизировать наиболее популярную из своих пьес «Отца». Ну и что бы вы думали, его дебютная работа сшибла с ног критиков и зрителей, и очередные награды тоннами посыпались к ногам мастера. Знаете, некоторым просто судьбой заповедано во всем добиваться успеха. Эх, проклятый Зеллер, ну как тебе не завидовать? «Ле Пер», как уже было сказано, наиболее признанная пьеса Флориана Зеллера. Она была написана в 2012 году. Ее премьера состоялась тогда же, в старейшем театре «Эберто», 17 округ Парижа. В 2014 году пьеса была отмечена главной театральной премией Франции. Разумеется, она называется «Мольеровская». А также была номинирована на аналогичные премии в Лондоне и в Нью-Йорке. «Отец» — это, вероятно, одна из наиболее чтимых театральных пьес 21 века. Они и так и говорят «Самая известная театральная пьеса последнего десятилетия». «Отец» является второй частью так называемой семейной трилогии театральных пьес Флориана Зеллера. Иные части трилогии носят вполне предсказуемое название «Мать и сын». Да уж тут фантазия не разгулялась. Кстати, после сногсшибательного успеха киноэкранизации отца Зеллер моментально взялся за съемки еще одного фильма из этой трилогии «Сына», в котором, как стало недавно известно, главные роли исполнят Хью Джекман, его вы точно знаете, это ж Росомаха, и Лора Дерн. Если вы ее не знаете, то мне за вас стыдно. Такая линчевская актриса часто снимается в независимом кино на второстепенных ролях. Как и в случае с отцом, совместное написание сценария к фильму «Сын» доверено Зеллеру и Хэмптону. Еще, кстати, отец 2020 года – это уже не первая экранизация отца. Знаменитая Зеллеровская пьеса обжилась своим первым кинематографическим воплощением еще в 2015 году. По мотивам пьесы была снята французская драматическая комедия «Флорида». В ней свою последнюю роль исполнил обаятельный французский актер Жан Рашфор. Я уверен, вы его помните. Он умер два года спустя, в 2017. Разница между «Флоридой» и отцом, как между поющими под дождем и заводным апельсином. То бишь огромная. Теперь коротко о съемках. О работе над отцом было объявлено накануне съемок, в мае 2012 года. Актерский состав картины сформировался довольно быстро. Съемки начались 13 мая и полностью проходили в Лондоне. Отец – британское кино. Фестивальная и наградная история отца не менее впечатляющая, чем у иного фаворита оскароносной гонки «Земли кочевников» Хлои Джао. Приз зрительских симпатий на кинофестивале «Санденс», премии «Гойя», «Бафта» и «Оскары». Безусловно, что «Отец» – один из наиболее признанных англоязычных фильмов последних лет. Кстати, доказательством тому служит и украинский прокат, в том числе. Отец даже в нашу непростую коронавирусную эпоху пользуется большим спросом среди отечественного зрителя. Правда, залы ломятся от отца. И поэтому, например, в планете кино, где я в последнее время работаю, отца ставят на самые большие залы на хорошие вечерние сеансы. Это радует. Что же касается «Оскара», подстегнувшего дополнительный интерес к фильму, так отец пережил шесть номинаций. Перечисляю. Лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучшая работа художника-постановщика. Ну и отец оказался победителем в двух категориях из выше названных. Энтони Хопкинс получил, между прочим, уже свой второй, после молчания ягнят в 92-м году, актерский Оскар. А Зеллер – Оскар за лучший адаптированный сценарий. И вот мне кажется, что все это очень и очень справедливо. Зеллер и Хопкинс заслужили свои награды. К слову, вы обратили внимание, что актерские Оскары в этом году достались людям старшего возраста. Актриса Фрэнсис Макдорманд, блеснувшая в земле кочевников. Она ж старше 60-ти. А сэр Энтони Хопкинс – 80-ти лет. И хотя между Хопкинсом и Макдорманд идеальная математика – 20-ти летняя разница. Они, безусловно, представляют собой поколение в лучшем смысле слова «старожил». Той домарвеловской актерской школы из далекого 20-го века, которая не брезговала шекспировской драматургией и коиновской сатирой. Возможно, что мы с вами наблюдаем рождение нового тренда в кино. Ведь каждые полтора-два года в западной киноиндустрии зарождается новый тренд. Из последних – это кино протеста. Джокер, паразиты, суд над Чикагской семеркой. А до него – фем-оптика. Ну, например, великолепный фильм «Селин с яма» – «Портрет девушки в огне». Так быть может, что теперь пришло время для пенсионеров, для фильмов о тех, кто вошел в пару своего заката. Почему мы должны забывать о 60-летних и старше? Почему до сих пор не снято ни одного фильма о супергерое-пенсионере, таком самодостаточном персонаже при здоровой памяти, не требующем помощи окружающих и спасающих тех, кто обычно спасает его самого? Да, поговаривают, что следующий Супермен может стать чернокожим, но этого недостаточно. Пускай он станет чернокожим пенсионером. Если вы думаете, что я шучу, то это не так. Поверьте, я серьезен. Я бы многое отдал за то, чтобы увидеть фильм о чернокожем пенсионере Супермэне. Пускай, как говорится, расцветают все цветы. Сюжет отца, как и полагается для истинно драматического материала, страшно прост и при этом бездонен. Зажиточный дедушка Энтони, то бишь Энтони Хопкинс, доживает в Лондоне преклонные годы. Ему за 80. Очевидно, память начинает ему изменять. У Энтони прогрессирует старческое слабоумие. Деменция. За Энтони ухаживает его дочь Энн. Это Оливия Колман. Ей приходится непросто. Она много работает и не имеет возможности проводить с отцом столько времени, сколько ему необходимо. С сиделками Энтони расправляется за раз. Они от него уходят. Старик невыносим. Как я и говорил, это уже нехороший отец. Изюминка фильма состоит в том, что повествование ведется сквозь призму восприятия Энтони. Мы наблюдаем события с точки зрения человека, все более путающегося в воспоминаниях, утрачивающего связь с реальностью и проваливающегося в бездну небытия. Энтони шаг за шагом лишается самости. И мы, благодаря сценарному и актерскому мастерству, буквально поэтапно фиксируем распад его личности. Так поэтично и так точно сопоставленный Зеллером с опаданием листвы с деревьев. Страшная трагедия одного человека становится воистину всемирной трагедией. А это самый, что ни на есть, шекспировский подход в действии. В довесок к вышесказанному прибавлю, что из-за визуально-временной путаницы и сюжетного винегрета персонажи меняются ролями, случившаяся противоречит сказанному, а сказанное случившемуся. Благодаря повторам и временным петлям, зритель не может остаться до конца уверенным в логике происходящих событий. Интерпретировать эти события можно по-разному. Для кого-то отец – это очевидная история о старческом слабоумии и заботе ближних. Однако право на существование имеют и другие версии. Например, детективное – Энтони, страдающего деменцией, облапошивают, чтобы отнять у него квартиру. Или еще хоррорное – Энтони сходит с ума и попадает в персональный ад. Однако что из происходящего с Энтони является галлюцинацией, а что явью – об этом можно дискутировать до бесконечности. В каком-то смысле отец способен утереть нос даже двум прославленным фильмам Кристофера Нолана, точно так же препарирующим реальность и забавляющимся со временем. Конечно, я имею в виду «Тенет» и «Мементо». В конечном итоге Энтони настолько запутывается в перипетиях реального и нереального, что разрешается неудержимым потоком слез. И это, безусловно, эмоциональный апогей зеллеровского отца, пик страдания и ужаса персонажа. В этот момент очень трудно сохранять хладнокровие. И я плакал вместе с Энтони Хопкинсом. Конечно, отец – это бенефис актерского мастерства Энтони Хопкинса. Ровно то же самое я говорил и о земле кочевников в отношении Фрэнсис Макдорманд. Кстати, о земле кочевников я записывал прошлый подкаст. Можете послушать. Флориан Зеллер не мыслил никого другого в роли Энтони. Собственно, имя героя было подобрано специально под британского, вернее, теперь уже американского, актера. И тот день рождения, который Энтони называет в картине – это реальный день рождения Хопкинса – 31 декабря 1937 года. Возможно, Хопкинс просто хотел, чтобы мы знали, когда у него день рождения. Ну, короче, откажись Энтони Хопкинс сниматься в Зеллеровском отце, тогда бы режиссер и автор сценария попытался экранизировать свою пьесу во Франции на французском языке. И вот как некоторые театральные критики называют эту пьесу Зеллера его лучшей работой, так и некоторые кинокритики считают роль Энтони лучшей в карьере Хопкинса. А ведь карьера-то у Хопкинса была ого-го каких масштабов, причем и в мерах времени, и в мерах таланта. От дублера самого Лоренса Оливье до телевизионных постановок, от культовой роли Ганнибала Лектора в «Молчание ягнят», до бога Одина в «Марвеловском торе». Получить столь сладкое яблоко, такую сложную и разноплановую роль на старости лет – да, это колоссальная удача для любого актера. Не только уровня Хопкинса, а вообще. И Хопкинс справился с этой ролью на отлично. Просто сделайте так, как я вам сейчас посоветую. Сразу же после просмотра «Молчание ягнят» посмотрите отца. Гарантирую, что у вас сложится впечатление, как будто в этих фильмах снимаются два совершенно разных человека. Ну, да здравствует старая школа! Отец обладает рядом художественных и жанровых достоинств, которые я по ходу этого подкаста так или иначе уже перечислял. Но давайте все-таки соберем их в одном месте, подведем итог. Отец – это театральное кино, камерная кинопьеса. Да, театральные принципы игры и построения сюжета часто вредят кинематографу. Они сковывают его безграничные возможности невыразительным замкнутым пространством и скучными переживаниями-монологами немногочисленных персонажей. Но в случае отца все иначе. От Хопкинса и Колман буквально не оторвать глаз. Монологи и диалоги фильма, его сердце, сердце фильма, не производят впечатления натянутых сухих текстов. Это живой разговорный язык, придающий фильму реализм, а не лишающий его реализма. Дальше. Отец – это предельно субъективное кино, снятое, что, кстати, не характерно для фильмов такого рода, с позиции страдающего, а не его близких. Благодаря такому подходу мы буквально сродняемся с Энтони и его страшной бедой. Дальше. Отец – это, как вы уже поняли, мультижанровое кино в зависимости от точки зрения смотрящего. В зависимости от той версии, которая кажется вам наиболее приемлемой для описания происходящих событий. То бишь, отца можно принять и за мелодраму, и за детектив, и даже, как я опять же говорил, за фильм ужасов, за хоррор. Кстати, вот удивительно, насколько кинематографична эта картина, учитывая, что отец – дебютная режиссерская работа театрального сценариста. Такое и правда случается в кино нечасто. Ключевой темой для отца, понятно, остается тема старения и деменции. Ужас положения Энтони заключается в том, что он не способен это положение осознать. Он дезориентирован, не понимая, что дезориентирован. Он как бы падает на землю, полагая, что дело не в нем, а в земле, уходящей из-под ног. Снова и снова Энтони пытается объяснить происходящее, неправильно интерпретируя реальность, не имея возможности описать ее правильно. Вот он не понимает, что ежедневно забывает одеть свои часы. Он думает, что их у него крадут. Так что отец это еще и психологическое, а также метафизическое кино о природе и особенностях работы сознания, рассудка человека. Разбитую чашку уже не собрать. Вода перестает капать из крана. Часы больше не тикают. В отце достаточно метафор о старении и деменции. Вот кинокритик Тодд Маккарти и вообще написал, что отец это лучшее кино о старении со времен любви Михаэля Ханнеке. Кстати, с любовью отца сравнивают многие критики. И понятно почему. И там, и там поднимаются серьезнейшие психологические и экзистенциальные вопросы жизни, смерти и старости. Только у Ханнеке, само собой разумеется, они преподнесены в куда более интеллектуальной форме. Если отец это первоклассная мелодрама, то любовь, но вы только поймите, что я имею в виду, нечто большее, чем мелодрама. Да и сама по себе тема старческого слабоумия, она крайне важная и шокирующая. Оказывается, что деменция один из страшнейших бичов современности. А я об этом и не знал. Вот что мне довелось прочесть в Википедии. Наиболее часто деменция наблюдается в старости. Синильная деменция. От латинского «synilis» – старческий. В народе синильная деменция носит название «старческий маразм». По данным ВОЗ, в 2015 году во всем мире насчитывалось более 46 миллионов людей с деменцией. В 2017 году это число увеличилось до 50 миллионов. Ежегодно регистрируется 7,7 миллиона новых случаев деменции, каждый из которых становится тяжким бременем для семей и систем здравоохранения. Ожидается, что это число увеличится до 131,5 миллиона к 2050 году. Так что да, «Отец» – это кино во многом прогрессивное и важное. Ну и слоган картины для меня очевиден. Это те самые слова персонажа Энтони Хопкинса. «С меня как будто опадают листья». Обязательно сходите в кинотеатр и посмотрите этот фильм. Большое спасибо, что слушали. Возвращайтесь. «Киноведы». Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова